Как вообще можно там построить что-то, при этом деревья-то не рубить? Встраивать дома в лес, а не вырубать его. Тогда и не придется во дворе высаживать палки и до старости ждать, пока они вырастут. Архитектор Ермекул Мухамедов представляет новый проект на Змейногорском тракте. Лесной квартал «Вышка». Небольшие дома, как ответ бездушным человеческим муравейникам. Само по себе наличие небольших дворов, оно формирует так называемый комьюнити. То есть это люди, живущие в одном-двухподъездном доме, они все друг друга знают. Это их двор, они себя идентифицируют с этим подъездом и двором. Соответственно, они относятся к этой среде как к своей. И даже территория от остановки до днешнего комплекса, она должна человеку восприниматься как его ежедневный маршрут, и он должен за ним следить. А это невозможно сделать, если он не будет это своим чувствовать. В компании считают, все, что красиво, должно еще и работать. Именно поэтому важен подземный паркинг, кладовка, кондиционеры, спрятанные в архитектурный пояс и не только. Кстати, на одном из объектов компания будет применять технологическую сборку здания сухим способом. На месте заливается каркас, все остальное на заводе. Это позволит минимизировать шум, пыль и грязь на стройке. Наша задача максимально все изделия сделать на заводских условиях, чтобы привести на стройку, собрать на месте только элементы. Мы привыкли видеть вокруг стройки хаос, грязь и так далее, но это не есть хорошо, и мы тоже ставим как цель себе вот эту культуру строительства повышать. По словам представителей компании, квартал сможет объединить семьи с разными доходами. В современной рыночной экономике это будет среднестатистическая цена, но при этом это будет сегмент бизнес-класса. Квартиры будут различные, предусмотренные как пентхаусы, двухуровневые квартиры, так и стандартные одна-, двух-, трехкомнатные варианты. Всего же в вышке будет пять домов, 250 квартир. Планируется, что лесной квартал сдадут в эксплуатацию в конце 2024 года.